Вот, товарищи, придерживаюсь того мнения, что, чтобы понять, что происходит, надо все почувствовать на собственной шкуре. Вот, попросила броник, каску. Ну, что у нас сегодня? Конец июня, очень-очень жарко. Вот, и надо находиться в бронике, в каске. И, ну, здесь какой-то минимум аптечка первого эшелона, второго даже, по-моему, нет, наплечники, воротника нет, магазинов нет. Ну, сколько я час, наверное, протусила, но, честно сказать, ну, это очень тяжело. Это я просто не представляю, что, как выносят это ребята наши. Ну, короче, это надо попробовать. И плюс еще 14 магазинов, 300, больше 300 грамм магазины, вот, должны быть здесь, плюс оружие. Ну, и если это идет там куда-то заход на передовую, то там груза, там, до 50 килограммов. Все несется на себе. И низкий поклон нашим ребятам, потому что могу сказать, что это выше естественно на самом деле. Вот, ну, реально просто я сейчас... Для меня проблема сесть, потом проблема встать. Вот, и я не бегаю, я не стреляю, я просто... Я снимаю, я хожу, снимаю, я захотела, села, захотела, ушла в тенечек. Вот. Так что, низкий поклон мальчикам нашим. И надо всем это попробовать, чтобы немножечко больше ценить их, немножечко больше им помогать. А может, и не немножечко. Ну, реально, это очень тяжело, очень. Ну, а тем не менее, я думаю, это путь настоящих воинов и настоящих мужчин, которых здесь предостаточно. Ну, конечно.